То есть, в чем смысл жизни, надо понять, мои дорогие друзья. В чем смысл жизни? Неужели в том, чтобы накопить себе на квартиру? Ну, накопили, и что дальше? Идете из жизни, и что, с квартирой пойдете вместе? Нет, мы голенькими приходим, голенькими уходим. Квартира здесь остается, детям остается. Никогда человек не может оценить то, что он сам не заработал. Вот, допустим, у ребенка есть лишняя квартира. Что он с ней сделает? Он ее продаст и вложит деньги в бизнес, потом потеряет бизнес. Где ваша квартира? Улетела. Почему? Потому что он ее не достоин. Человек может в жизни только удержать то, что он достоин. Вы думаете, что вы сейчас детям дадите больше, чем положено, и они это смогут использовать правильно? Нет. Поэтому, что нужно детям давать-то? Нужно им давать то, что их возрастит как личность. Нужно давать им молитву, давать им духовную жизнь. У меня девочка, дочка, никогда не имела никаких богатств в жизни. Она скромно всегда жила. И она выросла таким хорошим человеком. Но я не вижу, я вижу другие примеры. Тем, кому много давали, типа вот, я не видела всего этого, ты посмотри. Дети портятся. Они не становятся хорошими. Поэтому, может быть, есть смысл именно в этом направлении двигаться. Но самое удивительное заключается в том, что если человек принимает свою судьбу и радуется жизни, каждую секунду жизни, принимая то, что Бог дал, он становится успешным. Потому что никто не отменял возможности человека. Вот, допустим, мужчине надо побеждать судьбу, надо иметь бизнес, деньги, надо стать влиятельным каждому мужчине. Так хочется. И что вы думаете, не положено? Положено. Просто вы неэффективно живете. Эффективная жизнь означает сохранять себя. Вот если у вас в сердце есть радость, если у вас есть способность побеждать, то вы быстрее дойдете до того, чего вы идете. Потому что есть один путь. Путь упахаться. Это один путь. Это называется расширять себя. Человек увеличивает квалификацию, деятельность. Но теряет силы при этом. Но он не растет как личность. И поэтому у него нет возможности. Вот, допустим, человек работает, работает, работает. Ну, чтобы повысить себя, нужно, допустим, взять себе помощники кого-то. Но у тебя нет возможности брать себе помощники, потому что ты как личность не развился. А чтобы развиться как личность, надо поменьше работать и побольше молиться, зарядку делать, заботиться о других. Ну, то есть надо совсем другими делами заниматься, которые деньги не дают. Но они дают развитие. Человек выше стал, он занял другую социальную ячейку. Это может незаметно происходит сначала, но это знаете, как айсберг течет, течет, он раз, переворачивается резко. И уже на другой стороне жизнь протекает. Точно так же человек, он живет, живет, принимает судьбу. Потом наступает момент, раз, и у него вся жизнь поднялась. Вот у меня так было. Я в молодости постоянно работал над собой, развивался как личность. Двадцать четыре года, я уже много чего понимал в работе танцов. Мне было двадцать четыре года, я начал читать лекции. Я читаю лекции уже тридцать лет. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Я читал кому лекция, кто хочет слушать. То есть вообще бесплатно абсолютно люди приходили, слушали. Вот. И потом у меня кружок появился там эзотерический. Самое интересное, в него, ну, студенты меня не уважали, потому что я учился так себе. Но меня зато уважали преподаватели. И в мой кружок приходили, там, три доктора наук, там, завкаферы, там, люди такие, нет, общались с ними. Незаметно мой статус поменялся. То есть я никогда не сильно не придавал этому значения. Но пришло время, и люди начали слушать мои лекции. Понимаете? Я начал заниматься этим. Это, само собой, как-то пришло. Но я никогда об этом не думал. Я просто хотел приносить пользу людям. И все. У меня было такое желание. Я потом проанализировал это и понял, что вот это оптимальный вариант развития, потому что я наблюдаю за развитием моих друзей тоже. У меня есть один друг, ну, со студенчества. Он очень талантливый человек. У него отец занимает высокое положение в обществе. Но он почему-то в какой-то момент тоже начал заниматься тем же, чем я. И у него тоже получилось точно так же. Гораздо быстрее пошло развитие. Понимаете? Он мог развиваться просто на том, что у него уже есть. То есть есть папины, связи там и так далее. Но он пошел работать над собой. И опять получил тот же самый результат. Все пошло гораздо быстрее. Понимаете? Ну, то есть есть горизонтальный путь развития, а есть вертикальный. В вертикальном пути особо не видно результата сначала. Кажется, что это пустая трака времени. Но очень быстро человек начинает видеть результат. Потому что меняется первое, что происходит в жизни. Появляется здоровье и появляется счастье. У тебя уже жизнь стала лучше. Это первый этап удачи. Вот просто человек начинает жить правильно, лекции слушает. И просто у него каждый день лучшее настроение. Ему хочется всем радоваться, всех любить. И он как будто, вот знаете, такое ощущение, как будто он жил во сне до этого. А теперь как будто проснулся и увидел мир, увидел жизнь. Поднимите руку, у кого так произошло? Это первая стадия развития. Вот вы уже успешные люди. Потому что после этого есть еще вторая стадия. На второй стадии вы начнете разбираться в том, что происходит. Вы начнете видеть глубже людей. Начнете в процессах, происходящих на земле, разбираться. Будете понимать лучше, в чем смысл жизни. Начнете как бы нацеливаться на цель жизни. В какой-то момент поймете, для чего человек живет. Это вторая стадия будет. На третьей стадии вы начнете понимать, что не так-то просто сделать то, что вы хотите. Допустим, вы хотите наладить отношения в семье. Это же ваша судьба вам не дает этого. И вы поймете, что судьбой непросто. Нужно учиться молитве, аскезам и так далее. И вы постепенно научитесь удар судьбы держать. Начнете как бы налаживать процессы внутри себя. То есть успех снаружи придет позже. Сначала человек налаживает. Сначала человек принимает вот это вот настоящее время. Потом он устанавливает правильно контакт с энергией счастья. Выбирает цель жизни. Когда счастье в него пошло, цель ему дает счастье. То есть смысл жизни обрел. Он ждет в правильном направлении. В это время он наполняется и наполненно сдает ему возможность разобраться с тем, что внутри. Бросает человек вредные привычки. Он настраивает свою жизнь правильно. Режим дня, питание, деятельность ежедневную. Настраивает все правильно. И после этого, когда все это настроено, уже начинает меняться качество личности. То есть он, как человек, начинает становиться лучше. И это привлекает сразу успех. Ну то есть девушка, если лучше становится, какой у нее успех? Замуж. Молодой человек лучше становится, какой успех? Работа хорошая. Это никто не отменял. Просто понимаете, если ты искусственно к этому, ты думаешь, что я сейчас буду упахиваться, смогу стать хорошим специалистом, меня возьмут на хорошую работу, я буду много денег получать. Хорошо, вот такой путь ты выбрал. Какие есть опасности в этом пути, которые ты не сможешь преодолеть? Первая опасность. Со временем у тебя будет все меньше и меньше сил, потому что ты живешь неправильно. Ты будешь уставать все сильнее и сильнее. И эта усталость не даст тебе возможность быть эффективным в работе. Вторая опасность, которую ты не знаешь, она заключается в том, что так как у тебя нет самоконтроля, ты попадешь под влияние сильного желания какого-то. Например, ты можешь бросить свою жену легко или взять много денег в кредит и таким образом повиснуть на этих деньгах. Или, допустим, ты сорвешься и влипнешь какую-нибудь историю там. Или просто ты нагрубишь от усталости своему руководителю, начальнику, и как бы ты развивался, карьеру делал в этом месте много лет, а потом тебя и увольняют. Почему? А потому что ты сорвался просто и все. А все эти вещи происходят не случайно. Это они происходят потому, что ты живешь неправильно. Потому что вот эта жизнь для того, чтобы упахаться и что-то получить, это просто неправильное мышление. Человек получает от самосовершенствования что-то, но это не значит, что он не работает. Работать надо. Но сколько надо работать, чтобы оставалось время на самое главное? Вот, допустим, что такое работа? Работа это все, что связано с самоподдержанием. Вот если взять, допустим, еду, сон, отдых, ну то есть, ну то есть, есть необходимость жить. Вот нужна одежда, нужна еда, нужна сон, нужен. Все это вместе означает работа. То есть, человек работает для чего? Для того, чтобы поддерживать свою жизнь. А живет он для чего? Для того, чтобы развиваться. Вот представьте, допустим, такую картину. Я о сложной вещи говорю вам или нет? Или нормально? Нормально? Вот представьте такую картину, допустим, вы вот стали просто суперспециалистом в каком-то деле, да? Но как личность не развились. Потом вы уходите из жизни. Как вы думаете, в следующей жизни вы что получите? Вы получите качество, с вами уйдут ваши качества. Вот вы и рождает в следующей жизни, деньги вам в банке там счет выпишут, тот, который у вас был до этого. В следующей жизни вам счет выпишут деньги или нет? Вы уже все голеньким приходите в мир, все ваши достижения до свидания, накопление до свидания, качество. Вот что вы внутрь вложили в себя, то вы с собой берете. И если вы вкладывали в свой характер, самосовершенствование, вы куда вкладывали? Вы в вечности. Вы с этим приходите в этот мир и легко достигаете того, чего вы хотите достигнуть. Но если вы упахались, качество не вкладывали, вы потом опять будете упахиваться в следующей жизни. Опять будет все тяжело, потому что вы же в себя не вложили. Вкладывайте в себя. Есть такой мудрец, Чинахи Пандита его зовут. И он сказал вот эту фразу, я долго над ней размышлял. Он сказал вот эту фразу, что человек, который вкладывает в самосовершенствование, в развитие себя как личности, он делает самое крутое вложение в банк своей судьбы. Самое крутое, крутое нет вообще. Никаких, никаких дефолтов, понимаете. Никаких этих потерь. Все остается с вами. Все, что вы вложили. И самое главное, вы этим можете пользоваться прямо сейчас. Вы получаете счастье не в будущем, когда... И что это за счастье? Понимаете, есть два вида счастья. Люди живут в двух видах счастья, хотя думают, что есть только один вид счастья. Один вид счастья это счастье радости жизни, этого мира. Это называется счастье принятия. Это настоящее счастье, оно бесплатное. Настоящее счастье абсолютно бесплатное. Вот вы можете считать счастливым прямо сейчас. Примите все, что есть. Вот, допустим, вы сидите, ой, у меня там ребенок голодный. Примите все, что есть. Голодный, значит голодный, ничего страшного. Я слушаю лекцию. Смеетесь, сейчас я объясню, что происходит дальше. Вы слушаете лекцию, и вы принимаете судьбу. Мой ребенок голодный, ему плохо, он там пищит. А я слушаю лекцию. В этот момент, когда вы счастливы, у вас же нить, связь с ребенком. Ребенок тоже перестает пищать, такой тоже о чем-то думает хорошим. Пока вы слушаете лекцию. У меня был такой интересный пример. У меня есть друзья, супруги Сколы, они очень красиво поют песни. Они слушают тоже мои лекции, пишут песни вот в этом ключе. Они стали очень популярными из-за этого, потому что они добрые дела делают, дают людям знания через свое искусство. Вы приезжали, да, они пели вам? Понравилось? Вот. И у них был такой случай, у них когда маленький совсем ребенок был, они укладывали его спать на то время, когда у них концерт. И они просто поняли, что если они вот думают о людях, желают всем счастья, то ребенок тоже не будет плакать. И ребенок даже если просыпался, пока у них идет концерт, он просто лежал и вот так вот думал о чем-то. Ну то есть они пели, он тоже в хорошем таком состоянии находился, потому что они таким образом победили судьбу, они приняли судьбу. Вот ребенок проснулся, а мы поем, мы не можем ничего сделать. Ребенок не вяжет, он вяжет спокойно. И думает тоже о чем-то своем. Классно? Так человек побеждает судьбу. Примите судьбу. Вот допустим, если вам неудобно сидеть на этом стуле, примите стул. И вы тогда услышите лекцию. Но если вы не примите стула, тогда вы лекцию не услышите. Будет что ли, что за стул, что за стул. Ну примите. Представляете, если вы примите стул, на котором сидит, у вас больше шансов своего мужика принять. Потому что мужик это более неудобное существо в тысячу раз, чем стул. Вот когда женщина встречает мужчину, она всю жизнь его ждала. Но когда она встречает, она такая... Она так начинает сомневаться, потому что он как бы... Мужчина, у него природа очень деструктивная. Ну то есть, если женщина для гармонии создана, для любви, для взаимности, такой для гармонии, то мужчина создан для победы. Ему надо все побеждать. И в том числе и женщину, которую он встретил, он тоже хочет ее победить. Он хочет быть сильнее, подчинить ее своей воле, заставить делать так, как он хочет. Ну то есть, он пытается ее победить тоже. А ее до этого никто не побеждал. Ее все любили как бы. И мама, и папа, и она думает, нифига себе, что это он себе позволяет. Ей не нравится. А если она его просит, вообще одна останется. Представляете? Поэтому привыкайте сначала к стулу, на котором сидите. Шансы привыкнуть к своему мужику возрастают. У вас, значит, уже есть опыт привыкать. Поэтому воистину можно мужчину поменять легко, женщине. Женщина предназначена. Вот вы, допустим, женщины часто меня спрашивают. Олег Геннадьевич, зачем мне такой бестолковый человек простался? Ну как вы думаете, зачем? Чтобы вы ему помогли. Вот он вам помогает тем, что зарабатывает, приносит деньги. А вы должны же тоже ему чем-то помогать. Вот чем вы ему будете помогать? Женщина – это сердце мужчины. Если женщина принимает мужчину, по-доброму к нему относится, своей добротой она меняет его как личность. Он через нее узнает истину. Но если она его не принимает, она капризничает рядом с ним, недовольная все время, то тогда она его проклинает, разрушает его жизнь. Поэтому вы решите, что вы хотите сделать. Вы хотите принять человека или разрушить. Что такое суета? Это не принятие. Суета означает, что человек не принимает. Но в самой суете есть очень глубокая вещь, понимаете? В самой суете, почему человек живет в стрессе? Там есть одна очень глубокая вещь. И эта глубокая вещь корнем уходит в веру. Потому что воистину, что значит принимать судьбу, со всем соглашаться, быть удовлетворенным всем? Это означает верить в Бога. И что означает не принимать судьбу, постоянно бежать куда-то, что-то хотеть лишнего? Что это означает? Это верить в удачу. Это разные типы веры. Когда человек верит в удачу, он остается без штанов. Причем он сам это в сердце чувствует, понимаете? Когда человек верит в Бога, он получает все. Почему, когда человек верит в удачу, остается без штанов? Потому что он входит в суету, он бежит за этой удачей. И удача, она иногда человека манит за собой. Но она всегда в конце разрушает его жизнь. Люди, которые верят в удачу, они верят в какие-то знаки, судьбы. Вот, они верят, что у них... Просто так все получится. Вот что значит вера в удачу? Вот, допустим, девушка сидит и думает, мне нужен вот такой парень. То есть рядом с верой, с удачей живет мечта. Человек верит в мечту. Он не в поступки свои верит, а в мечту. И она думает, мне нужен такой парень, и я его обязательно дождусь. Буду ждать дальше, дальше. Потом уже седина, опять жду парня своего. В этом раз померла. Опять жду в следующей жизни. И так бесконечно. Потому что ты никогда его не дождешься, потому что человек получает свое только тогда, когда он трудится над судьбой. Вера в удачу, это означает лень души. Вот, допустим, мужчина верит, что когда-нибудь он найдет работу, которая ему понравится. И он с одной работы переходит на другую. Он ищет работу себе. Это называется верить в удачу. Кто же достигает успеха? Мужчина, который понимает, как успех устроен. Это совсем другой путь. Вот смотрите, как он устроен. Чтобы быть успешным, сначала мужчина включить должен волевой фактор в себе. Означает, он должен начать бегать или в спортзал ходить, бороться с кем-то, драться, вопсом заниматься. Ну, что-то делать, чтобы побеждать себя сначала, свое тело. Когда он волевой фактор включил, такой сильный стал. Богатырская наша сила! Сила духа и сила воли! Ну, то есть он чуть-чуть себя победил. Стал таким радостным. Кстати, девушкам начал нравиться. Вот мужчина чуть-чуть себя победил, он чуть-чуть такой стал. Все, девушки уже счастливы на него смотреть. Такое. Так ведь или нет? Уже нравится, да, такой серьезный мужчина, серьезный. Себя победил чуть-чуть, у него чувство, собственно, достоинства крепло. Дальше, следующий этап. Надо начать где-то работать. Вот мужчина, вот прямо в буквальном смысле говорю, где-то работать. А где работать? А где у вас получается? Где вот потребность есть в вас? Вы скажете, ну, у меня получается дрова пилить. Хорошо, пилите дрова. Ну, там денег нет, Александр Ильич, работы дофига. Отлично. Это будет вас очень круто развивать. То есть пилите дрова целый день. И ваша цель какая? Не трону там дров для Молдавии напилить, допустим. А ваша цель это научиться любить труд. Вот следующий этап, когда мужчина научился в спортзале как бы над собой работать, ему нравится. Следующий этап это научиться любить труд. И в тот момент, когда он пилит дрова и не парится, ему хорошо. Могу пилить вообще без проблем. Могу не пилить. Ну, то есть ему классно, он счастлив. В этот самый момент к нему в голову приходит знание о том, где он будет эффективнее работать, где у него будет получаться лучше. Только в тот момент, когда он счастлив в той деятельности, которая у него есть. Он к ней привык. Ему там хорошо. И вот на фоне этого хорошо включается такой особый тип разума у человека, который начинает чувствовать, как индикатор такой начинает включаться. Где я смогу лучше быть эффективным? И сразу он берет и идет туда. А так как он уже любит труд, он легко привыкает к этой деятельности, становится более эффективным. Потом ему индикатор. «А вот здесь еще сможешь лучше». И он туда идет. И так постепенно он находит себя в деятельности. Это называется труд по способностям. То есть он вспомнил свои способности. У него есть деньги, у него есть работа высокооплачиваемая. Он там эффективен. Но есть одна проблема. Он чувствует, что для души как будто он в жизни ничего не делает. То есть он хочет трудиться еще для души. А это уже совсем другой этап развития. Понимаете? И он думает, наверное, какую-то другую работу мне надо дойти, чтобы было для души. А работа здесь вообще ни при чем. Может быть даже на этой я буду для души. А может быть на другой. Ты не знаешь. Потому что работать для души означает перейти на другой уровень существования. И тогда тебе надо отвлечься от самой работы. Ты можешь работать дальше. Но тебе надо включиться в самосовершенствование. И научиться жить бескорыстно. И в тот момент, когда ты работаешь, ты тоже работаешь. Ты за деньги работаешь. Но при этом ты думаешь о благе других, а не о деньгах. Это очень сложно сделать, поверьте мне. Вот ты работаешь за деньги. Но о деньгах ноль. Только о благе других. В этот момент человек переходит на другой уровень существования. Он начинает действовать по своей природе. Не по способностям и уставать. А по своей природе означает, что он счастлив в труде. Он приносит благо людям. И при этом его эффективность возрастает. И как результат так же и деньги тоже больше становятся. Но понимаете, для того, чтобы это произошло, надо отказаться от денег. Понимаете, для того, чтобы больше получить. И вот этот этап отказа от денег, он всегда идет на всем пути. И сначала человек что делает? Он отказывается от денег, потому что он находит время на спортзал. Он не упахивает своими днями, а находит время на спортзал. Потом он отказывается от денег, просто остается на одной работе. И он привыкает и чувствует себя хорошо. Потом дальше он ищет себя. Потом дальше он... Обязательно, когда человек начинает действовать по своей природе, он в этот момент обязательно теряет деньги, какие-то деньги. Потому что действие по природе, оно бескорыстное. И там обычно у него не бывает много денег. Но потом становится еще больше, чем было со временем. И таков путь человеческого развития от мужчин. Но обычно люди не идут этим путем. Обычно они просто упахиваются, и у них другой путь. Вот такой первая стадия называется восторг. Человек насмотрелся фильмов всяких. И он верит в удачу. Верит, что у него все будет хорошо. Он видит этих героев, которые взяли, как бы и смогли. И он верит в удачу. Такой он молодой, счастливый. Вторая стадия называется тяжелый труд. Или усталость. Третья стадия называется надлом. Четвертая стадия называется кризис. И пятая стадия, когда человек или деградирует, спивается, или меняет образ жизни. Вот и все. То есть за что порос, на то и напорос. То есть что и требовалось доказать. Ты шел неправильным путем. Все равно надо работать над собой в конечном счете. Иначе ты пройдешь вот эти стадии и все равно поймешь, что надо работать над собой. Что и требовалось доказать. Пункт первый. Начальник всегда прав. Пункт второй. Если ты считаешь, что начальник не прав, смотри пункт первый. Что же такое вера в удачу? Это такая сложная вещь. То есть человек просто как бы... Нам же трудно работать над собой, развивать себя как-то. Человек верит, что ему повезет. Вот он найдет себе работу. Вот Олег Геннадьевич пускай говорит все что угодно. Я все равно убегу от своей жены. Мне повезет. Я найду себе хорошую девушку, такую красивую. Я с ней буду счастлив всю жизнь. Мне будет хорошо. Или мне повезет, я все равно уволюсь со своей работы и найду себе лучше. Мне все равно повезет. Почему человек так думает? Потому что это его вера. Он не в Бога верит. Он верит не в то, что он родился для самосовершенствования на этой земле. И здесь все так хитро устроено, что если он другим путем какой-то пойдет, он все равно получит то же самое. Он получит все равно то же самое. Ему никуда не деться. Этот мир рожден для того, чтобы работать над собой, развиваться. Цель жизни такая человеческая. Но если ты не хочешь в это верить, если ты думаешь, что ты каким-то другим путем пойдешь, значит, это у тебя другая вера просто. И каждая вера, она имеет свои песни, соответственно. Давайте послушаем вот эту песню, в которой человек верит в удачу. И он сам в этой песне раскрывает результат своей веры. Что дальше-то с ним будет? Ему нравится такая жизнь, он чувствует, что все будет нормально, но почему-то он в этой песне поет о том, что удача почему-то... Собака такая улетает. Улетает к кому-то другому. Вот это и есть, на самом деле, суть этой веры. Удача, на самом деле, всегда улетает от человека. Запомните, если говорить языком философии, веды объясняют, что это такое. На самом деле, удача или подарки судьбы существуют. Эти подарки существуют, приходят от супруги Господа. Удача или богатство, или счастье, это энергия Бога, или супруга Бога. А супруга Бога принадлежит только Богу. И поэтому человек, когда он ищет удачу, она бежит от него, потому что удача принадлежит только Богу. А если человек служит Богу и работает над собой, удача бежит за ним, потому что она любит этого человека, потому что он любит Бога. А супруга Бога любит его тогда. Вот и все. Вот и вся философия. Если мы бежим за счастьем, счастье бежит от нас. Если мы, как бы, принимаем судьбу, согласны со всем, счастье бежит к нам. Все. Но когда человек подумал о счастье, а в это время он от него уже убежал. Надо всегда счастье отдавать другим, не думать, как бы, о себе. Ну вот, примерно такая философия, неправильная философия удачи. В чем ее засада? Смотрите. Знаки судьбы все совпадают. Ты, допустим, обожаешь такой голубовато-синий цвет, такой вот просто обожаешь. Ну вот я обожаю, поэтому я рассказываю про это. Мне не понравилась песня. Обожаешь, да? И ты такой, ну как бы, идешь такой, смотришь, синий, прямо синие провода такие. Иний такой лег, синий, синий такой на провода. В небе синяя звезда, блин, супер. А небо какое, темно-синее. Понимаете? И ты как бы куда идешь? Идешь к своему любимому, садишься на поезд. А поезд темно-синий, обалдеть. Знаков дофига. И ты садишься такой в поезд, думаешь, ой, как хорошо. Знайте, что это очень опасно. Все это вместе указывает на то, что у тебя там будет облом. Потому что, когда на самом деле не облом, а все будет нормально, в сердце нет такого вау. В сердце только спокойствие. Вот если вы человека встретили, с которым будете жить долго, в сердце спокойствие. А если вы встретили человека, который вас накажет по судьбе, то в сердце вау. Ну, то есть, если человек верит в удачу, он думает, что это самое главное в жизни, то надо посмотреть в перспективу его жизни. Вот, например, если взять вот это, ну, одного из трех мушкетеров. Сначала какая песня? Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая, перьями на шляпу, в судьбе не раз шепнем. Мерси, буку. Двадцать лет спустя. Сколь дней осталось, как снять усталость, зеленоглазое такси. О-о-о-о, притормози, притормози и отвези меня туда. О-о-о-о, где будут рады мне всегда. Первая стадия, восторг. Третья, облом. Двадцать лет спустя. Это называется вера в страсти. Большинство людей так живут. То есть, они верят в удачу. Поэтому берут ипотеку. Конечно, выплатим, если его спросить. Ты выплачешь? Да, конечно, выплачу. А статистика? Сколько людей выплачивают? Вам известно? Нет. Потому что ни один дурак эту статистику не будет обрековывать. Это же бизнес весь разрушится. Понимаете? Что большинство людей статистики свою ипотеку не выплачивают. Почему? Потому что в жизни человека есть разные периоды. А также есть еще разные периоды в жизни страны. Допустим, в стране кризис. Сразу, опа, меняется экономическая система. Ну, то есть, с валютой что-то происходит. И что, вы думаете, банк проигрывает в этом случае? Нет. Там же недураки сидят. Там все это заложено. И кто будет за это страдать? Люди. Понимаете? Или вы заболели, допустим. Вам надо лечиться, а вы не можете лечиться, потому что вам надо работать. Мои хорошие, я вам не говорю о том, что у вас все обломано в жизни. Если вы взяли ипотеку, примите жизнь с ипотекой. И будьте счастливы. Я серьезно говорю. Радуйтесь с ипотекой. До этого без ипотеки радовались. Теперь с ипотекой радуйтесь. И тогда как-то вы будете защищать свою жизнь. Но если вы сказали, вот я послушал лекцию, Олег Геннадьевич, теперь еще мне более хреново жить. Потому что я думал, что ипотека это хорошо. Оказывается, нет. Я о другом лекцию говорю. Я вам говорю о том, что принимайте свою жизнь прямо сейчас. Или вы, допустим, говорите, Олег Геннадьевич, мне уже 60, я только начала с вашей лекции слушать, вся жизнь уже пройдена, все плохо. Какая жизнь пройдена? Вы вечная душа. Вы сейчас как бы позанимаетесь над собой, поработаете. А потом в новой жизни вся жизнь будет уже по-другому строиться. То есть вы сейчас поработаете над собой и всю эту всю жизнь вот такую себе сделаете. Вы же вечные. А есть и те, кто отправляется вообще в духовную реальность из этой жизни. Духовную реальность представляете? Субтитры создавал DimaTorzok